День на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есин, здравствуйте. Я уверен, что и Израиль, и Украина объединяет воля к независимости, настоящая воля к независимости, желание всех граждан сохранить свое государство в том виде, в котором оно есть. 70 лет сегодня исполняется государство Израиль. Об этом будем говорить прямо сейчас. У нас в гостях Болеслав Копулкин, пресс-секретарь еврейской общины Одессы. Болеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, прежде чем начнем разговор, посмотрим небольшой информационный материал от наших корреспондентов. Прошу вывести на экраны. В Израиле празднуют День независимости. Торжества начались в среду. Вечером израильтяне зажгли 12 факелов на горе Герцля в Иерусалиме. Они символизируют 12 колен израилевых. Далее – военный парад, концерты и выступления политиков. В связи с торжествами усилены меры безопасности. Блокированы границы с палестинской автономией, а пресс-служба израильской армии просит население не пользоваться мультикоптерами. В Израиле не всегда было так спокойно. 70 лет назад, за 8 часов до истечения британского мандата в Палестине, первый израильский премьер-министр Давид Бен-Гурион зачитал декларацию создания еврейского государства. К этому моменту уже шло противостояние с некоторыми арабскими странами. Однако, с провозглашением Израиля в регион ввели войска Египет, Сирия, Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен. Для израильтян это событие стало борьбой за независимость. Благодаря созданию ЦАХАЛ, израильской армии, поставкам оружия извне и финансовой помощи США, молодое государство уже в июне начало контрнаступление. По итогам войны Израиль захватил большую часть Палестины. Боевые действия закончились перемирием в 1949 году. В 1969 году разразилась еще одна война с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром. За шесть дней ЦАХАЛ разгромил армии арабских государств и взял под контроль территорию, вчетверо превышающую его собственную. В надежде вернуть эти земли, арабская коалиция в 1973 году развязала войну судного дня. Она закончилась подписанием мирного договора. Обе стороны понесли значительные потери. Тем не менее, конфликт не урегулирован и по сей день. Таким образом, Израиль более 70 лет противостоит арабским государствам и террористическим организациям. За это время боевой опыт получили сотни тысяч израильтян, а Израиль стал одной из сильнейших стран мира. Прозвучала фраза, что не всегда было так спокойно. Мне кажется, что в Израиле спокойно и неспокойно одновременно. Да, действительно, там всегда было несколько напряженно. И в то же время там всегда расслабленно, спокойно. Израильтяне умеют расслабляться, иначе просто сойдешь с ума. Действительно, Израилю много пришлось бороться для того, чтобы получить свое государство, получить право быть независимыми. Сколько важен этот день в истории самого Израиля и диаспоры, которая проживает в других странах? Конечно же, это очень важный день, потому что появилось место, в котором евреи могут рассматривать как свое убежище, как свой щит, как то, что всегда окажет им помощь. История евреев насчитывает сотни лет, если не тысячи, но при этом государство появилось всего лишь 70 лет назад. Почему такое противостояние было независимости Израиля? Ну, еврейская история — это 4 тысячи лет, и из них 2 тысячи лет у евреев были различные варианты государства. Иногда они были достаточно большие по площади, иногда ужимались, и формы автономии, независимости были тоже достаточно различны. От могучей сверхдержавы Ближнего Восточного региона во времена царя Шлома Соломона и царя Давида, и до автономии в составе Римской империи, и до подмандатной территории во времена послевоенные, между Первой мировой войной и Второй мировой войной. То есть было все разное. Почему было противостояние? Есть несколько факторов. Долгое время это объяснялось религиозными причинами, потому что христианская церковь рассматривала униженное положение евреев как подтверждение истинности своей веры. Поэтому речи о воссоздании государства даже не шло. Во-вторых, в те времена укромные теперь почти Балины было так. Кто сумел захватить, кто сумел победить, тот и создает государство. Евреи были рассеяны, и противостоять арабам в 8 веке или крестоносцам в 10 веке они не могли. После этого была Турецкая империя. То есть не получалось. А что объединило их в 48 году? Как получилось, что именно в 48 году они объединились? Что стало скрепляющим составом? Ничего. Евреи всегда мечтали о том, чтобы вернуться в Аэр-Сесраэль, на территорию провинции, которую римляне называли Палестиной, в землю Израиля. И все время предпринимались попытки небольшие. Проблема в том, что земля эта была убитая совершенно, полностью. Там люди, которые приезжали, им не с чего было жить. Население Палестины жило в страшнейшей нищете. Поэтому даже большой потенциала иммиграционного там и не было. Люди приезжали и очень много уезжали, потому что не могли там прокормиться. Евреи постоянно туда стремились, но не все могли закрепиться. После того, как появилось движение сионизма, поток немножко увеличился, но тоже незначительно, потому что все равно людям не на что было жить. В настоящий момент Израиль – это достаточно крепкая экономика, прежде всего. Израиль в глазах очень многих евреев, которые живут в Украине. Это то, на что нужно равняться, в том числе, когда мы пытаемся строить Украину. В чем секрет успеха, эффективности управления страной? Никакого секрета нет. Евреи говорят, что глаз Всевышнего испокон веков на этой территории, она обещана еврейскому народу, и поэтому именно еврейский народ может ее восстановить. Ну, плюс к этому трудолюбие, плюс к этому коррупция на порядок меньше, чем здесь. То есть вы не скажете, что там она есть все-таки? Она есть везде, и периодически министры израильского правительства отправляются за решетку по обвинению коррупции. Но там… В общем, евреи любят эту страну и хотят ее сделать богатой. Поэтому они это делают, и у них это получается. Существует такой анекдот, если вы… Пожалуйста. Когда еврей умирает, ему присуждают не очень хорошую жизнь, вот попадешь в еврейский ад. Сужают его в некое подобие лифта с другими грешниками, он едет вниз, надпись «христианский ад». Открывается дверь, там пламя полыхает в сковородке, часть людей выходит. Ниже там мусульманский ад, опять пламя полыхает, опять часть людей выходит. Он все хуже и хуже, все хуже и хуже. Потом буддийский ад и так далее, наконец надпись «еврейский ад». Открывается дверь, он выходит, синее небо, солнышко, возделанные поля, белые домики, пальмы. Вот там вдалеке трактор работает. Он вообще в совершенно недоумении. Подъезжает трактор, сидит за ним. Мужчина говорит «Здравствуй, шалом, это еврейский ад?» Он говорит «Да, да, еврейский ад». «Я такого ожидал, такого ожидал, здесь такая прелесть». Он видел бы ты, что тут было 70 лет назад. Хороший анекдот. Да, действительно. Насколько сегодня большое внимание уделяется изучению истории Израиля, истории создания независимого государства? Потому что мы видим на примере Украины, молодое государство Украины сталкивается с тем, что, к сожалению, история пути, по которому мы шли, прежде чем получили независимость, она настолько смешана и не доносится в каких-то правильных пропорциях, объективных пропорциях. Насколько у вас это соблюдается? Не бывает объективных пропорций, не объективных пропорций. История бывает одна. Люди ее могут воспринимать немножко по-разному, но, в принципе, история вещь такая. История государства Израиля, она более-менее изучается, в школах они изучают. Опять же, у многих эпизодов есть различные варианты трактовки. Кто-то смотрит на это так, кто-то смотрит не так. Вообще, в принципе, вопрос, нужно ли государство Израиль, он дебатировался и в еврейской среде тоже. А есть те, кто считают, что нет необходимости в отдельном государстве? Есть те, кто считают, что нет необходимости в создании такого государства, такого вида государства. А какое, может быть, еще? Государство, основанное на еврейских религиозных законах или чисто светское государство. Это государство было основано социалистами, в некоторых вещах еще большими специалистами, чем Советский Союз. Любавич Киреба, когда его спрашивали о создании Израиля, говорил так. Конечно, у этого государства есть некоторые недостатки. Конечно, они не всегда действуют согласно еврейским религиозным законам. Конечно, иногда они действуют вопреки на зло. Но сам факт того, что евреи собираются там, где им было уготовано Богом, тот факт, что появилось место, которое евреи считали своим домом, появилось независимое государство, появилось образование, которое помогает евреям и может служить их защита, это плюс, это очень большое достижение. Есть недостатки, но слава Богу, что хотя бы так. Это не то, что мы хотели бы в полной мере, но, по крайней мере, это намного лучше, чем ничего. А в полной мере, что бы вы хотели видеть? Каким бы вы хотели видеть государство Израиль? Мы хотели видеть это, естественно, могучим, процветающим еврейским государством, которому в полной мере выполняются все еврейские религиозные законы. Это неплохая модель, на самом-то деле, хотя я, как человек светский, считаю, что религия должна быть отделена, собственно, от государственной модели. Хотя это дело ваше, государство ваше, делайте, что хотите. Как закончить вот то противостояние? Я, как украинец, в стране которого сейчас, мягко говоря, нелегкая ситуация, хочу поинтересоваться. Может быть, вы знаете, как закончить ту ситуацию, которая есть в Израиле? И, может быть, вы подскажете, как закончить то, что сейчас происходит у нас? Нет, ну, я себя мог подсказать. Знаете, был такой Владимир Евгений Жаботинский, одессит, один из идеологов создания государства Израиля, один из идеологов сионизма. И когда его тоже сто лет назад спрашивали о попытках примирения арабов с евреями, как можно это сделать, как объяснить арабам, что с приходом евреев там станет намного лучше, он говорил, что не унижайте арабов. Они нормальные люди. Нормальный народ никогда не продаст свою землю за теплый туалет. То есть вы будете обещать им какие-то блага в обмен отдайте землю евреям, а мы вам за это блага, они не согласятся, потому что они нормальные люди. Но поскольку эта земля еврейская, то единственный способ убедить арабов в бессмысленности насилия и бессмысленности террора, убедить, что евреи пришли сюда, вернулись навсегда. И только тогда они смирятся. Как говорил Жаботинский, нужно построить железную стену из штыков, и волны террора будут разбиваться у нее, разбиваться, разбиваться до тех пор, пока атакующие не поймут бессмысленность. Никогда ни один народ не согласится отдать свою землю, или ту землю, которую он считает своей. Только когда он убедится в бессмысленности, прекратится война. Никогда нельзя задобрить вторую сторону в конфликте. Конфликт прекращается только тогда, когда вторая сторона понимает бессмысленность. Я сейчас пытаюсь проецировать вот эту идею на то, что происходит в Украине, но процесс долгий. Вот уже Израиль в нем 70 лет. Как вы думаете, что будет происходить в Украине, как гражданин Украины? Что вы видите? Будет ли точно такая же ситуация на 70 лет? Даже трудно сказать, это все-таки разные ситуации. И даже не могу сказать, очень многое зависит и от Украины. Согласен, согласен. Давайте вернемся к Израилю и, собственно, к тому, как этот день отмечается в Одессе. Помню, рассказывали когда-то, что Одесса тоже имеет непосредственное отношение к задумке создания государства Израиля 70 лет назад. Она имеет более чем непосредственное, но, знаете, в Израиле это главный государственный праздник. Израильтяне отмечают его традиционно по-израильски, называется басар аль аэш, то есть шашлык, мясо на огне. Они все выезжают на природу, жарят шашлыки с вкуснейшим мясом, мясо они там действительно очень вкусное. Они смотрят на салюты, которые запускаются вечером, кто-то идет на парады, кто-то идет на море, там уже вода плюс 21, поэтому, слава богу, можно купаться. То есть они отдыхают по-праздничному. В Одессе обычно устраивается какой-нибудь торжественный прием израильским культурным центром. То есть так же, как и любой из странных представительств отмечает главный государственный праздник своей страны. Ну, это официальная часть мероприятия. Это официальная часть. А есть неофициальная? Неофициальная? Ну, смотрите, например, у моей мамы сегодня 70 лет, вот, и для нас это гораздо более... Какое удивительное совпадение. Да, удивительное совпадение. Как раз ее сестра-близнец живет в Израиле, они сейчас поехали в Израиль, у них там вообще еще больше праздник. Да, это конечно. Вот, поэтому мы отмечаем, мы будем отмечать это сегодня, будем отмечать, вот. Искреннее поздравление от всей нашей команды. Спасибо. В таком действительно удивительном празднике. Это тройной праздник, фактически. У меня есть вопрос, который вот основан, собственно, на религии. Иудейство, и христианство, оно на самом деле имеет общие корни. Я вообще считаю, что Бог один, и тут проблема только в переводчиков. Я поддерживаю это на смысле Марка Твена. Вопрос связанный с тем, что чувствует ли себя человек, который переехал в Израиль, уже евреем, или все-таки еврей это какое-то другое состояние и другой набор, там, не знаю, генетический может быть. Человек может стать иудеем, и, как следствие, евреем? Человек может стать иудеем, как следствие этого евреем, он не может перестать им быть. И переехав в Израиль, человек не начинает себя чувствовать евреем, так же, как и здесь. Если человек себя чувствует евреем, он себя чувствует в любом месте. Переехав в Израиль, он может остаться точно таким же неевреем, как и был здесь. Если у вас речь идет о неевреях по рождению, которые переживают Израиль, нет, они себя чувствуют израильтянами. В государстве Израиль еврейская религия отделена от всех остальных, так что, собственно говоря, все остальные религии. Христиане не смешиваются с мусульманами, евреи не смешиваются ни с христианами. То есть у каждого есть свои суды, свои законодательства, поэтому человек, который приехал в Израиль, получил израильское гражданство, он не становится евреем. Он становится израильтянином, гражданином Израиля. А он может принять, если он принял веру? Конечно, конечно, может принять. И тогда он становится евреем или нет? Да, естественно, он становится евреем. Это называется... Без ущемления прав. Безусловно. Это называется гиур, процесс перехода в иудаизм. Ну, это нелегкий процесс. То есть он требует полной коренной смены себя. Еврейские мудрецы говорят, что прошедший гиур подобен родившемуся заново. То есть это уже совсем другой человек. И поэтому процесс нелегкий занимает до нескольких лет. Ну, прежде всего, наверное, нужно быть внутренне готовым к этому. Да. Нужно быть готовым взвалить на себя дополнительное бремя заповедей, бремя ответственности. Потому что еврейская традиция говорит, что нееврей, соблюдающий семь заповедей, семь заповедей потомков Ноя, считается праведником и после смерти попадает в рай. Не в еврейский ад, а в рай. А евреи, для того, чтобы быть праведным, нужно соблюдать 613 заповедей. Еще сложнее. Человек, который хочет пройти гиур, спрашивает, а ты готов получить тот же результат, но прилагая намного больше усилий. Что же там такого в еврейском раю, что такие повышенные требования? Ты видел, какой ад, Саша? Представь себе, что в раю. Болислав, у нас не требование, у нас ответственности больше. Ну и ваше поздравление всем евреям Одессы с 70-летием Израиля. С праздником независимости. Дай Бог, чтобы следующие 70 лет для Израиля и для Украины были мирными, солнечными и спокойными. И с богатыми, зажиточными 70-точных лет. Хорошее пожелание. Мне оно нравится. Благодарим вас с праздником. Болислав Капулкин, пресс-секретарь еврейской общины Одессы, был нашим гостем. Уходим на новости. Елена Еремеева расскажет о том, что происходит в городе и регионе. После вернемся и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин